Борьба верхом Борьба верхом, прежде всего, это очень технический вид борьбы И за эту технику отвечают многие партии мышц и связок на вашей руке Но я на сегодняшний день хочу остановиться на двух очень важных элементах руки Которые практически не тренируются в других дисциплинах спорта И практически мало применяемые в обычном обиходе Прежде всего, это мышцы круглого и квадратного пронатора Что такое мышцы круглого и квадратного пронатора? Круглый пронатор находится у нас, прикрепляется Находится над предплечьем и отвечает за оборот руки целой во время движения борьбы вверх А квадратный пронатор отвечает конкретно за оборот нашей кисти Как тренируются эти две мышцы? Тренируются они не отдельно от всех остальных мышц Или все-таки в комплексе задействованы в этом движении и другие мышцы Естественно, в борьбе через верх задействованы многие мышцы, которые необходимы для победы Но именно вот этот оборот Наши спортсмены тренируют в разный способ Поэтому на сегодняшний день хочу показать вам одно интересное упражнение Которое в будущей моей книге будет показано Как одно из ведущих упражнений Или одно из ведущих зрений Для того, чтобы как нужно больше и сильнее вытренировать Круглый квадратный пронатор Берем регулированный блок Применяем петлю Можно применить также ремень от дзюдо И посмотрите на вот это движение То есть трос у нас находится таким образом Что в позиции нейтральной Вот такой позиции Пик напряжения приблизительно 30-20% Начинаем оборот руки Этим упражнением тренируем круглый квадратный пронатор Не подключаем мышцы грудной клетки Не подключаем мышцы и партии спины Не подключаем другие какие-то мышцы Скажем, бицепсы, трицепсы А тренируем только исключительно в месте круглого квадратного пронота Обратите на амплитуду Что для нас очень важно Если у нас рука находится в тонком положении То мы используем только оборот Приблизительно 45 градусов То есть четверть оборота от полного круга Это важно помнить, что во время борьбы В руке задействованы как статические напряжения Так и присутствует, естественно, динамика самого движения И именно вот эти динамические движения Они, как правило, ограничены до какой-то амплитуды Рабочая амплитуда Движение управляет через верх Ограничивается приблизительно 25-30% То есть, если мы боремся через верх То проворот нашей руки Вот этого положения сюда Как раз обусловлено вот этим углом Углом 35-30-35-45% И еще раз Закладываем ремень И начинаем движение нашей руки Вот таким образом Очень важный момент Подбирать эти огощения таким образом Чтобы это упражнение выполнять не меньше, чем 6 раз Это упражнение характеризуется тем Что мы имеем здесь рабочую амплитуду То есть присутствуют динамические движения Ничего нету на удержании Для того, чтобы мы набирали в этом упражнении силы прежде всего И каким-то образом задействовали выносливость Нам нужно выполнять это упражнение Скажем, в разгоревочных подходах Не менее 11-12 до 15 повторений А в рабочих сериях До 4-6 повторений Если ваша рука начинает Каким-то образом выкручиваться Вот так То есть вот это движение Начинает переноситься На пясно-запясный Пясно-фаланговый сустав То есть в ту сторону Каким-то кривым образом Вам, естественно, будет нужно Уменьшить отягощение Правильность выполнения этого упражнения Поможет вам в борьбе Выполнять правильно Техническое движение борьбы Вверх То есть вот то движение Как раз, где вы налегаете на руку спортсмена И трос или лямка Находится прямо перпендикулярно до кисти Если у вас уже трос образует угол Около 100-110 градусов Вам, естественно, нужно уменьшить будет вес Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова